вы вчера были в киевском метро я знаю да как это люди восприняли вы люди не знаю потому как реакции такой какой-то там вау это боксеры такого не было каждого каждый был занят своим делом как метро либо кто-то книгу читает либо в телефоне ковыряется кто-то музыку слушает ну я ездил последний раз на метро на 2006 году и когда там ребята предложили поехали на метро типа зачем на машине его точно поехали проедемся но мне очень понравилось я вспомнил я вспомнил какие-то воспоминания свои когда у меня еще ничего не было я ездил в когда был в киеве ездил на метро ну какая-то ностальгия такая вот следующий вопрос когда у вас еще ничего не было ну как так кроме олимпийских медалей что вчера чемпион мира подходил покупал жетончик нет ребята покупали дали мне жетончик на оставил рядом в метро никто не узнал не сидел с глазами хорошо может бы они от вру один человек проходил показал пальцами все может вывод там месяц пару недель назад ездили в китайском метро не ну и как принял китай ну китай как всегда они на высоте потому как с 2008 года я помню все кто смотрел олимпийские игры помнят сумасшедшие открытия их не олимпийских игр сейчас точно так же только сейчас понятно это уже не олимпийские игры это уже шоу и они конечно сделали все по высшему разряду очень много всяких там декораций всяких каких-то таких интересных вещей которые просто вот и смотришь и понимаю что да это действительно приятно смотреть и это действительно какой-то шоу происходит макао бой соперник тает с чен латарн перри опини первое главное загвоздка была для нас даже для комментаторов это выговорить выучить эту фамилию почему вы его выбрали ну рекорд у него еще сумасшедший у вас была добровольная защита была добровольная защита и причем его выбирали не не посмотрев как бы так основательно боев его просто увидели что он первый в рейтинге и первый претендент на пояс если мы говорим о том что я хочу боксировать с лучшими я думаю об этом я хочу этого соответственно я выбираю тех которые в первых строчках находится получается вам позвонили сказали мне ничего не позвонили мне позвонили спросили кого ты хочешь выбрать я мог выбрать там какого-то 9 или 10 но я выбрал как у первого потому что я уже сказал василий ломаченко не боксирует номер два против номер два я вам скажу так что я там номер три и два и четыре мне кажется в разы сильнее и мастера вити чем первый номер то есть там какой-то непонятный подсчет очков идет первый номер рейтинга на данный момент уступал наверное второму и третьему номеру что я к чему добровольная защита вы могли вот посмотреть пообщаться с тренером промоутером до выбрать имя которое хорошо знают в америке ну это собственно заработать деньги вы бы боксировали до выбирали бы имя они боксера почему все таки так вот знаете как маркетолог не подошли или может не подсказали вам я не знаю я сейчас пока не думаю об этом меня сейчас больше волнует вопрос о том как стать лучшим своем дивизи дивизионе и стать одним единственным чемпионом в дивизионе 57 поэтому я и боксирую с теми которые находятся верхней строчке рейтинга менеджер промоутер не пытались может отговорить от переопения нет нет абсолютно они единственное что сказали если будет перепение мы будем боксировать макао если там выбрать 2 3 там или порториканец или там американец мексиканец то это будет бой в америке а вот с его стороны не знаете сразу принял он предложение я думаю что да конечно мне кажется что любой сейчас примет независимо наверное от его номера рейтинга если он будет находиться в десятке я думаю что если ему скажут тебе предлагает бой за титул чемпиона мира я думаю что любой согласится вот и так я помню по моему 15 или 17 сентября вы улетаете в америку что дальше вы прилетаете где готовитесь как готовитесь мы прилетели в лос-анджелес после этого поехали в окснард академию бокса роберта россии в этом зале выделили мне время я тренировался в зале по вечерам с шести вечера до там полдевятого девяти восьми и в окснарде же и я же и жил и основал свой лагерь для подготовки но все равно первый этап подготовки был в родном белград да да конечно я всегда начинаю готовиться здесь дома украине у себя в окермании около месяца полтора я нахожусь дома и готовлюсь дома что-то было необычное в этой подготовке то есть вы что-то взяли ну роберт гарсия так понимаю наверно не американская школа бокса мексиканская вы когда прилетели вот вошли все что у меня было с робертом гарсия это его зал все они помощники не тренера и они мой тренировочный процесс не лезли может кто-то добавился в тренерском штабе но утвердился наверное это сесилио флоренс который тренер по общей физической подготовки вот мы с ним сейчас работаем второй раз уже и надеюсь на дальнейшее с ним сотрудничество может быть он потому что я помню вы прилетели когда после первого боя вот вас появилась такой тренировка вот этот парашют который я знаю уже потом не рассказали его тренируют баскетболисты американские футболисты и пляжные футболисты ну опять же это вот этот именно вид тренировки это дал другой тренер 1 который мне был когда он тренировал лос-анджелес лейкерс баскетбольную команду мы сначала с ним работали но как бы он не совсем подходил нам поэтому мы вот искали другого тренера и нам посоветовали сесилио а как вот между сесилио и анатолий николаевич работает с вами сесилио анатолий николаевич не подсказывает ну и наоборот когда на туда но и сесилио занимается общей физической подготовкой диетой релаксом то есть он делает массажи там восстановление всякие то есть он витаминизация он вот в этом направлении и у папы с ним принципе очень хорошее взаимопонимание не считая того что они оба разговаривают вообще на разных языках и ну там сесилио на английском разговаривает он еще и на мексиканском разговаривает отец ну в принципе он знает несколько слов но так они жестами друг друга понимают и у них в принципе такие хорошие взаимопонимания идет нету никаких разногласий то есть я еще не замечал за отцом что он там что-то вот ему не понравилось в его тренировках сесилио или в его методике или там в то как он подбирает все это то есть у отца не было разногласий то есть он согласен был совсем чего дорогого стоит потому что отец он такой человек много чего знает и немного такой если вот он знает что это так значит мы будем делать так если это неправильно то он это скажет и мы уйдем от неправильного пути будем делать то как оно правильно вы приехали тренировались до прошли еще один период подошел период спаррингов кто занимается спаррингами партнеров ну вот кто выбирает отбор подбор партнеров занимается менеджер и промоутер менеджер дает наверное дает имя промоутеру которые мы выбрали они смотрят утверждают и после этого начинают подбирать спарринг партнеров похожих на моего соперника и на каком этапе вы вы начали смотреть вы ну ты папа бои переопения потому что мы спарринг партнеры что я скажу так что я посмотрел его один бой и после этого вообще не смотрел его боев то есть мне для меня было все ясно сразу же единственное наверное вопрос подготовки это был физическое наверное нагрузки распределения и выйти просто на свои физические кондиции а в плане тактики и техники там в принципе ничего сложного не было там просто уже мифы ходят про твои спарринги и перед первым бы мне у меня действительно были очень хорошие спарринги что же звезда известный боксеру да нет но я не сказал бы что не звезд не там были ребята которые в принципе уже в америке популярная но я не могу сказать что они были звездами сколько примерно было спарринг партнеров ой ну наверное за весь период наверное человек на 67 менялась может даже до 8 9 ты сказал что некоторые из них знаменитые в америке к тебе поменялось отношение узнаваемость после этого я скажу так что меня вот я в окснарде ходил окснард на самом деле небольшой город но у них как наверное какие у нас да у нас очень сильно популярно развит футбол у них очень сильно развит бокс вот в этом маленьком городе и когда я только приехал прошла неделя я тренировался готовился потом там начали где-то выходить там по магазинам пройтись то люди которые там увлекаются боксом они там узнавали подходили фотографировались то есть в принципе уже какая-то какая-то небольшая популярность в америке есть так прошел весь период в америке ваш перелет в макао за сколько до боя за неделю до боя мы полетели в макао и как там происходило вот это очень интересная разница во времени макао они подстраивали время под американского зрителя то есть они начинали бои с 8 утра в макао и главный бой мы не пока я 12 дня он боксировал я боксер по-моему часов 10 11 дня в америке это около 7 6 вечера ну как бы вот они подстраивали специально под американский они понятно что подстраивали а вот ваша неделя в макао я при я прилетел и просто-напросто жил по американскому времени ничего не менял то есть меня получилось так что ночью я гулял ходил жил днем ложился спать и точно так с питанием ночью я ел по их времени вот этот раз на на что я обратил внимание это майкл баффер но уже привыкаешь принципе да что майкл баффер произносит такие слова как и крейн ломаченко в этот раз он удивил когда сказал боксер from оккерман я специально была поправка то есть перед перед каждым боем они дают листик ты заполняешь там полностью все свои данные все что он говорит это все ты пишешь то есть ты можешь написать все что угодно там и он принципе произносит произнесет это но так вот когда был написан белгороднестровский во первых для них сложно выговорить это это этот город а ну и мне больше нравится название города оккерман и у нас все в нашем городе все знают это название все знают что оккерман это одно из самых популярных названий города хотя у него там около 20 названий плюс у нас боксерский клуб называется оккерман плюс жителей города не называют там не знаю там тировцы и белгороднестровцы называют оккерманцы ну я думаю почему бы почему бы на весь мир теперь не 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 произнести не произнести слова оккерман и чтобы начали наверное люди знать теперь о маленьком городе с названием оккерман плюс для них это просто проще и легче выговорить просто но вот это удивило бы выход на это выходил сосредоточен не улыбки ничего вот когда показывали наоборот выходил улыбался на пересмотревых когда он сказал from a керману там действительно была такая щера просто да мне приятно просто это было слышать очень приятно и так уже сам бой начался давно ты понимаешь вопрос четвертый раунд вот стало я сразу не заметил когда комментировал что что-то не так вот у меня коллега заметил что рукой ты не работаешь и потом когда показали этот повтор что произошло что видел в общем перестала бить после шестого раунда ударил я наверное где-то в четвертом и я просто попал получается перчаткой не то как всегда попадает на передние две кости две кости я попал на мизинец и безымянный палец и наверное я не знаю что произошло я почувствовал боль резкую я думал что она как бы подержится чуть и отпустит потом но после того как прошел еще один раунд и я добавлял левой рукой у меня все чаще становилось больнее и боль усилил усилилась усилилась и к шестому раунду я просто уже понял что я уже не могу даже касаться потому как при каждом касании и перчаткой головы мне была резкая боль то есть какие были первые слова отца то есть работа на ногах что надо было менять не на самом деле он он узнал только тогда когда я сказал я когда ударил в четвертом я думаю йоги по моему я руку ударил я еще 4 5 еще я от боксировал 6 я думал что может быть я даже и успею за эти два раунда закончить явно но потом после 6 когда я уже понимаю что я и уже не могу работать я уже искал что она когда он мне говорит задание что надо делать я грида я не могу у меня левая рука болит это никак не связано с вашей старой не старая наоборот слава богу держалась что сейчас говорят на восстановление что делаешь самое интересное самое интересное что с рукой серьезные проблемы никакой нету нету не перелома не ушиба не разрыва связок ничего то есть все целые кости связки с на сумка все рука болит очень сильно там какая-то жидкость небольшая накопилась вот ее надо сейчас оттуда вывести я сейчас там мажу мазями прохожу физпроцедуры искали что в течение там трех-четырех недель вот со вчерашнего дня должно все пройти ты победил то есть была добровольная защита ты выбрал первого номера то есть это победил его я так понимаю следующий бой у тебя тоже добровольная защита до следующий бой добровольная защита уже идет в принципе подбор соперников айгис меня сказал выбирай там смотри я грех да я не хочу ничего подбирать ничего смотреть я хочу бой с градовичем он меня услышал он озвучит то что я хочу я не знаю как договорятся они договорятся но я бы хотел бы отбоксировать бой с градовичем хотя много кто и близкие отговаривают от этого боя и сам менеджер я думаю что не совсем он за за сейчас на данном этапе проводить этот бой почему как почему потому что нету выгодная финансовая наверное сегодня финансовая наверное какой-то выгоды не будет потому что подождав какой-то год полтора добавив еще какой-то популярности в америке можно было бы наверное какую-то цифру больше снять но сегодня меня это не волнует мне это не интересно меня зациклена голова на том чтобы стать лучшим и чтобы вот в этом во всем была идея в этом во всем наверное был смысл того что это спорт сегодня для меня хотя я понимаю что это все бизнес но я еще не могу перестроиться у меня пока такое у меня заклинило это спорт ты должен доказать что ты лучший на этой планете как только наверное я сделаю то что я хочу я достигну своей цели став абсолютным чемпиона мира после этого наверное я уже начну наверное задумываться о том что это бизнес но сейчас пока у меня волна на объединение титулов почему именно градович можно с волтерсом объединить еще там паренек есть wbc с волтер сейчас ведет переговоры с гонсалесом поэтому я не думаю что сегодня и сейчас так легко это сделать опять же не знаю это все то как думаю я это все так как хотел бы я но здесь немного все по-другому здесь телевидение здесь промоутеры промоутер один промоутер другой ну там очень много нюансов очень много договоренности должно пройти для того чтобы организовать бой ты же все равно сказал почему-то фамилию своему менеджеру городович почему именно он да не знаю но смотри я городович гонсалес и волтерс гонсалес с волтерсом сейчас они договариваются ведут переговоры сейчас скорее всего что у них будет бой кто остается чемпионом 2 полуфинала и финал было бы интересно то есть они год назад говорили карл моретти говорил это вице-президент то пранка они говорили что они в пятнадцатом хотят устроить такой турнир вот я помогаем этот турнир устроить ты говоришь что вот не заинтересует публику в америке этот бой да ну сейчас сейчас сегодня ну то есть да это интересно но это будет интересно любителям бокса это будет те которые увлекаются боксом а бы обыденному наверное комната там болельщику я думаю что он даже не будет знать о том что происходит такой бой велась такая фамилия в боксе рябинский который сейчас заявил что хочет этого боя в москве и он организовывал и покупал бой кличко поветкин привез этот бой в москву точно так же может я уверен за сказочные деньги организовать именно в москве что ты по этому поводу скажешь он хочет москве я уже говорил а я хочу в киеве было бы интересно провести этот бой в киеве мне тоже это интересно но опять же я не думаю что они договорятся с бопаром и судя по сегодняшней ситуации которые у нас происходят в стране и в мире политической я не думаю что должно место быть москве а если все таки вот единственное условие от городовича будет вот все финансовые вот рябинский зовут его он отвечать будет за финансы и он сделает все что понравится боба рамок я не знаю я буду не знаю я опять же я готов ехать даже в москву и боксировать опять же если там будут эти условия почему потому что сегодня у меня волна одна это собрать пояса и не думать о боксе как о бизнесе а думать о боксе как о спорте поэтому я буду идти наверное все условия но перед этим я буду разговаривать с отцом с менеджером советчиками с друзьями советоваться поэтому не знаю я как общее мы решение примем мое решение я готов ехать ну ты понимаешь как то могут судить да понимаю конечно там надо 8 раундов там 9 выигрывать вообще ничего не отдать вообще не останавливаться 8-9 рандов ну так что в общем потом посчитали а а чё ты сразу считаешь в общем 12 расчет и взял что может я уже считаю если будет подсчет после боя бывают очень интересные решения которые сейчас я думаю тебе не нужно не ну даже вот последний мой с городовичем он боксировал они отдали ничего там по моему там не было ничьи а кто вы не кажется угробой человек он ходит на твои бои были фотографии видео потому что я боксировал в лос-анджелесе один раз только поэтому ну конечно отрезал моей полетит макао смотреть мой бой спица но это те первые макао до этого же были в америке все вас вегасе ну и нет он не на хотя нет он по моему на двух боях был на первом в лас-вегасе и на за титул чемпиона мира правда они сидели с ковалевым ты следишь за его боем просто смотришь или я смотрел его бои я видел его мои я не могу сказать что я слежу за этим но я видел его бои ну и планы на 2015 год ну вылечить руку и провести наверное два-три боя 45 не будет бы два-три боя то то количество боев дай загу за 12 месяцев когда ты можешь быть на пике я так понимаю да конечно на самом деле опять же если бы все все были такие как перепения уровнем боксера можно было боксировать наверно каждый месяц опять же если ты боксируешь 68 раундов можно боксировать каждый месяц когда у тебя бой стопами когда у тебя бой двенадцати раундовый то нужно выходить на пик формы подбирать подводить свой организм на лучшую кондицию свою а это происходит не так часто в году ну вот как раз два-три боя это опять же это многое я еще хочу сказать он my weather pack они проводят там по два боя один бой в год два боя что надо сделать василию ломаченко в своем весе чтобы шагнуть выше там есть старые знакомые я же сказал уже стать абсолютным чемпионом мира я хочу объединить все пояса забрать все пояса после этого только наверно перейти перейти в 59 причем сразу же когда ты берешь 59 сразу же заявить о этом боя ломаченко солиды 2